Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net Ну что, ребят, начинаем вложки. У нас сегодня опять 200 баксов на большое количество подписчиков и мангал, будем делать шашлыки. Ну что, погнали. Так, осторожненько. Не совсем получилось. Давайте еще раз. Как жалко. Баксы-то не горят. 200 баксов горят. Много подписчиков. Ребят, спасибо вам. Ради вас. Делаю видео. И жгу деньги. Ну, баксы-то и горят. Офигеть. Не. Всем привет. У нас утро субботы. И мы начинаем это с позитивной волны. Мы идем купаться. Сейчас будем устраивать заплывы. И, кстати, красная смородина с утра. Это хорошо тоже. Ну что, погнали. Здорово. Суббота. Утро. Начинаем писать большой влог. Ну что, ребята, привет. Еще раз нормальный привет, а не вот такой привет. Утро. Суббота. Да. Вот такой вот оло необычный. Я открыл сейчас холодильник, а там шаром прокатило, поэтому придется сейчас идти в магазин. Жена на работе. Снимает свадьбу. Я сегодня отдыхаю. Ну как отдыхаю. Я тоже сегодня снимаю, но только лавсторию. Сын с бабушкой, поэтому я свободен. Пойду собираться сейчас в магазин. Возможно, я вас возьму с собой. Пойду чем-нибудь няшное нямку куплю. До связи. Всем привет! Меня зовут Майк. Вы смотрите мой ежедневный влог Кэм Виз Мэн. И сегодня суббота. Веселая суббота. Клевленд, мы еще вернемся. Алиска подогнала мне свой рюкзак. Я в него закинул всякое-всякое-привсякое. И все, отправляемся, отправляемся. Отправляемся куда? Куда? В кино! Идем на одинокого рейнджера. Смотрите, друзья, какой чудесный российский двор. Летний, российский, чудный, залитый солнышком, зелеными верезками двором. А мы идем покупать, жрать. Короче, ребят, планы изменились. Я иду решен не в магазин, а решен платить. И тут у нас есть, типа, ярмарка. Бабушка, мама моя, сына моим. Они пошли туда, и я что-то решил. Но можно все и там купить. Типа какой-нибудь колбаски, мясо, ну или что-то такое. Поэтому отвергаем идею магазина. Движемся на ярмарку. Оп-оп-оп-оп-оп. Ух, главное, чтобы не провалился. Не-не-не. Вроде дошли. Ну что, погнали? Ю-ху! Круто! Замечательно! Ребята, а как вы начинаете свой день? Смотрите, сейчас время 9 утра. Мы уже искупались. Просто круто! Ну что, мы поплавали. Сейчас пойдем завтракать и заниматься инсенити. Е-е-е-е! Спорт! Обожаю теперь это слово. Мы уже подходим к кинотеатру Атриум. Напомню, что идем мы смотреть «Одинокого рейнджера» с Джонни Деппом. Два билета, два леденца. Супер-мега-набор. Друзья, по-любасу страшный фильм будет, да? Заклятие. Смотрите, какая кукла адская. Друзья, сегодня мы находимся в восьмом зале. Восьмой зал побольше. Вот такой вот он. И все то же самое. Я прям какие-то обзоры кинотеатров делаю. Обзоры залов. Это мои ноги. Ладно, друзья, увидимся после сеанса. Расскажем, что вам да как. Про фильм. Привет, Тюбон. Скучал? 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 Вот он, Тюбик, наконец-то. Мы пришли. Ну что, погнали. Давай. Ну что, поиграем? Вау. Чуть не уронил камеру. Офигеть. Ну давай. Как интересно с Тюбиком играть. Ладно. Скоро инсцентрити и шашлыки. Все, вам покажу. Поехали. О, кстати, яблоко. Ничего себе. Офигеть. В августе, в сентябре. Будет уже спело. А сейчас завтрак. Как вы думаете, если я это скушаю, я наберу обратно свои килограммы? Нет, я честно не буду это есть. Мы питаемся очень правильно. Потому что, вы видели сами, утро началось со спорта. И так будет все продолжаться. Короче, смотрите, такая картина классная. Я уже придумал ей название. Стадион развален при поддержке партии «Единая Россия». Все по последнему слову техники. Сетка. Все, все правильно. Сетка называется воздушная. Пористая. Ворота также с той же технологией. Воздушная сеточка. Сеточка поле примерно, не знаю, 20 метров. Ну что, странно, люди все равно тут играют в футболу. Как будто есть варианты какие-то. Вариантов никаких нет. Поэтому приходится играть на том, что развалили. Сейчас вот иду, снимаю и понимаю, что мне нравится снимать влоги. Как-то рука набивается, вспоминает. И мне реально это нравится. Может быть, как-то участить это. А вон, кстати, да. Да. Система образования. Российская система образования. Ну, правильно, что же на природе-то оно это. Там воздух свежий. Голова лучше работает. Ну что ж, друзья, посмотрели мы фильм. Все, титры идут. Мы все ждем, что после титров что-то будет. Но что-то ничего не происходит после титров. Ладно. А фильм классный. Фильм шел два с половиной часа. Настолько долгих, что мы дико проголодались и зашли с собой и купили 30-сантиметровый итальянский БМТ. Сейчас будем его точить. Первый раз заправили медово-горчичным соусом. И он сладковатый такой. Хотя нам сказали, что нафига не сладко, он помягче. Только потеплело, как сразу все повылазили к фонтану на улицу. Жарко же. Вот здесь вот реально самый дурацкий пешеходный переход. Работает через раз. Причем, ну, очень короткий и дорога довольно-таки широкая. Херня получается. Только загорелся зеленый, ты только два шага сделал и уже красный. И ты такой в ловушке на середине дороги. Ну что, ребят, готовы заниматься? Сегодня это выглядит вот так вот. На iPad закачал себе тренировку InScenity. И, короче, через колонку будем подсоединяться, будем бегать, прыгать. На улице не буду это делать, потому что там солнышко. Сейчас где-нибудь в доме найдем и нам удачи. Погнали. Расскажите мне, какие у вас цвета ваших гаджетов. Вот, к примеру, у меня белый iPad, белый iPhone. Не знаю, белый iMac, белый MacBook Air. Короче, какие у вас цвета в комментариях. Тибан, что с ним делаешь? Устал что ли? Жарко. Жарко собаке. У нас в выездной InScenity, конечно, так занимаемся. Ладно, погнали дальше. Так что закончили часовую тренировку в InScenity, поэтому, ребят, оздоровляйтесь. На природе, конечно, под солнцем это полная жесть. В доме прыгать в деревянном тоже не кайф. Ой, кайф. Сын устал. Ходить с мамой по всяким ярмаркам. Это буквально просто за три минуты. Меня уже нагрузили конкретно. Но это хорошо. Это продукция. Можно кушать. Мясо добыто. Вот такое чудесное, красивое мясо. Два вида. Два вида. И сейчас мы будем готовить яшницу. Яшницу. Возьмем, пожалуй, три яшца. Мясо поджарим. Это у нас будет как бекончик. И возьмем помидорки. И перчик возьмем. И будет... Мамма-мей! Жарим яишки. Ну, тут как бы у нас два нормальных, да? И одна абстракция. Абстракция, конечно, красивее получилась. По мне ползают... А, он бежит ко... Вот что такое муравьев в штанах. Это когда реально муравьев в твоих штанах. Короче, мы сидим, стоим. Мы сидим и стоим одновременно между двумя мостами. Омка вот перед нами. Облака над нами. Прям там, за небесами. Покажи, Алиса, мост. Вот. Хотел рассказать я вам о впечатлениях о фильме. Одинокий Ренджер. Вкратце. Кайфовое приключение. Долгий фильм. Приключение. С этим надо смириться. Восемь колец и все прочие. Хоббит и шмоббит. Это все приключения. И он может показаться нудным для тех, кто любит экшены и боевики. Поэтому приключения. Джонни Депп вывез весь фильм. Ну, юмор. Не очень много юмора. Вот. То есть, такая хорошая сказка, приключения. Разочек. Действительно, я читал твиттер Снейл Кик. И действительно, на разок. Как он и писал. Все подтвердилось. Снейл Кику привет. А сейчас мы пойдем лежать, отдыхать, играть в iPad. И, наверное, еще поиграем в нарды. Может быть. Не знаю. Погода сегодня вообще замечательная. Вон, Тюбик пришел. Привет. Ну, что, мы погнали. Мы, короче, решили поиграть в нарды. Нардам столько же лет, сколько и нам. Круто, да? Нам уже 26. Жесть. И скоро мы будем жарить шашлык. Нам-нам-нам-нам. Исполняется акробатический трюк. Давай. Молодец. Молодец. Настоящий дельфин. Побежал. Все? Потерял? Кстати, ребят, как обзорчик могу сказать, что вот эта колонка, на самом деле, которая в Philips у меня был обзор, просто полная бомба. Не знаю. Качество игры, ее на природе, просто класс. Просто класс. Я таки сумел добраться до финиша и сотворил это. Да, это шикарно. Это перчик, помидорки. И вкусно. И капитан хлебцов. Да, потому что, потому что на самом деле хлебцы это прикольная тема. Начинаю есть. Ну вот и все. Чреву мы угодили. Стою на балконе, охлаждаюсь холодной водичкой. Кстати, у меня с одной стороны прикольно, у меня с одной стороны двор, а с другой стороны частный сектор. И как бы, как в деревне, типа, живешь. Ну, типа, и живешь в деревне. Облепиха тут. Дорожка. Которую мы делали. Да. А вон та тетка в этом доме гонит самогон. И раньше какие-то толпы понятных личностей ходил. Сейчас, что, сейчас нужно позвонить ребятам, с которых мы сегодня снимаемся. Ну, спросить там, что, планы не изменились. А то вдруг, что? До включения. Друзья, кто сказал, что Омск не Лондон? Вот вам. Раз. Вот вам. Будочка красная. И вот вам Биг Бен. Это тебе. Две. А я за чаем. Ну, как-то так, друзья. Как-то так. Суббота же. 13 июля. Сидим в Херосе. Мы уже допили свои гиннессы. Доели свои фисташки. Слушаем гориллаз. Да, чуваки. Гориллаз рулит. Ничего себе картинки. Марн 5 делает. Да, ничего себе. Но. Блинк. 182. Кто знает эту песню? Хорошая музыка. Лето. Жара. Ну, представьте шашлыки. Все круто. Еее. Сижу здесь в хаосе вообще. В таком. В диком хаосе. Сижу за компом. Попиваю. Кофе старбаксовское. Сварился я. Намутили сыном крутяцкую прическу. Да? Сияй. Опять ты плачешь? Ну, не будем снимать, как ты плачешь. Мы спать хотим. В общем-то, ничего у нас не получилось, как я уже сказал, с ребятами снимались. Зато пришла жена, и мы решили поехать к кому-нибудь покататься. на наших железных конях. Такой, значит, и вот такой. Идем по набережной. Ну, как по набережной еще, вот, как до моста. Люди купаются, люди загорают. В ртыше, представляете? Купаются в ртыше, где 500 миллиардов стафилококковых палочек кишечных, всяких палочек, анусных палочек и прочего говна. Нам дико захотелось мороженого, и мы отправились вон в тот вон магазин. Вот сейчас океан называется. Мы на Иртышской набережной. Вон в магазин. Вот набережная, говняная река. Ну, серьезно, мы как бы не преувеличиваем ничего такого. Здесь просто купаться запрещено физически. Что это за био-мороженое? Из биоматериала? Ничего себе. Био-банночка. Она же... А, картонная, поэтому и био. Да. Взяли все-таки по магнату. По магнату с лесным орехом. А нет, с минталь... с фисташками. С мискисташками. Миски... Мискисташками. Я пафосно выезжаю. А тут у нас, короче, там будет строить... Если я не упаду, огромный вообще торговый центр. Вообще, наверное, самый здоровенный во всем городе. Интересно, на что рассчитывают люди, которые работают вот в этом такси и которые делают себе вот такой вот номер. Вы знаете, ребята, велосипед Сна. Так вот этот... Наверное, в честь вот этой реки названа. Это река Сна. Такая здоровая, короче. Титаник. Мы-то думали, где он. А он, оказывается, приплыл в Тамбов. Джек! Джек! Ну, все, в принципе, день закончен. Будем видео тоже заканчивать, обрезать. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на каналы. Три канала. Меня, Илюхе и Майка. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ешьте сосиски в тесте. Все. Всем пока. Ну вот, ребят, какой я социальный человек. Прямо сейчас снимаю влоги и делюсь с вами в инстаграме. Кстати, если кто не подписан на мой инстаграм, подписывайтесь. Меня там так и зовут Зверье. О! Отличная курочка получилась. Я думаю, что будет очень вкусно. А еще у нас будут крылышки. Прямо вообще закляденье. Смотрите, солнышко садится. Про что-то на камеру не очень передается небо. Ну вот уже и крылышки присоединились. Вообще просто чума. Нам-нам-нам. А крылышки у нас в медово... В медово... В каком там соевом соусе. Не. Ладно, ребят, всем спасибо, что сегодня были со мной и с нами. Подписывайтесь на все каналы. Мы рады будем снимать для вас влоги. Ну что, всем спасибо и всем пока. Мы сделали огромный крюк по набережной. Дошли сейчас до Алиски. Еле-еле поднялись. Все, на этом, в принципе, сегодняшнее путешествие заканчивается. Сейчас отправлюсь домой, потому что уже поздно. Не хочу, как вчера. Вы помните, как было вчера по подворотням темным шариться. Ну все, я наконец-то дома. Мы с Бариком ложимся спать. Увидимся с вами завтра. Сегодня был кайфовый день. Завтра, я думаю, будет не менее кайфовый день. Всем отличного настроения. С вами был Майк. Покеда! Что ты меня нюхаешь? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok